Причина, по которой духовность кажется сложной, хотя это не так. Причина очень проста. Причина, по которой духовность кажется сложной — только в этом. Чем больше вы стараетесь, тем лучше у вас получается, но если не пытаться, то ничего не получится. Если вы поймете это, то увидите, что ваша медитация перейдет в другие измерения. Шуньи означает «верумай» — пустота. Одна вещь, которую вы не хотите видеть в своей жизни — это пустота. Все хлопоты, которые вы берете на себя по жизни относительно образования, семьи, профессии, денег и прочего, так или иначе связаны с тем, что вы хотите убедиться, что ваша жизнь не пуста. Это все, что вы пытаетесь делать. Любой ценой вы хотите, чтобы ваша жизнь не была пустой. Вы не против трудностей, но вы против пустоты в вашей жизни. Вся боль, которую люди приглашают в свою жизнь, просто для того, чтобы избежать пустоты. Потому что пустота — это наивысший яд. Вы не хотите, чтобы ваша жизнь была пустой. Но если вы осознанно станете пустыми, это и есть нектар жизни. Вот для чего медитация шунья. Шунья означает оставить себя в стороне. Если вы овладеете искусством оставлять себя вне своей собственной жизни, 15 минут шуньи сами по себе могут привести к просветлению. Но людей, которые готовы оставить себя в стороне — редкость. Такое происходит только тогда, когда в них есть глубокое чувство самоотдачи. Если не помогать людям сдаться, это не то чтобы невозможно, но встречается редко. Это огромная возможность для любого. Но когда люди используют медитацию как трюк, чтобы жить лучше, уже не идет речь о том, чтобы оставить себя в стороне. Не так ли? Дело в вас. Сама причина, по которой вы медитируете — это ваше благополучие. Это само по себе уже поражение. Но если я скажу людям, просто медитируйте, это не принесет никакого благополучия, большинство людей никогда не будут медитировать. Так что мы говорим о благополучии и преимуществах, которые получит человек. Что обречено на провал? Видите ли, причина, по которой духовность кажется сложной, хотя это не так, очень проста. Она заключается в том, что духовность — это фактический процесс самоуничтожения. Только тот, кто готов растворить себя. Как кто-то может растворить себя? Если я скажу, я собираюсь раствориться, я стану более устойчивым, чем кто-либо другой. Вы понимаете, о чем я говорю? Чем больше вы стараетесь, тем устойчивее вы становитесь. Но если не пытаться, то ничего не получится. Можно просто обрести способность прилагать усилия, но не беспокоиться о том, что происходит. Вот в чем вся суть медитации. Если вы просто понимаете, что, что бы ни происходило, вас это устраивает, тогда постепенно вы остаетесь в стороне. Вы не можете оставаться в стороне от усилий, но можете оставаться в стороне от плодов, которые они приносят. Не так ли? Если вы уберете это, с вами ничего не должно происходить. Не будет никакой выгоды. Даже если это будет мучить вас, вы будете сидеть каждый день. Если вы достигнете этого, то увидите, что ваша медитация перейдет в другие измерения. Но люди всегда размышляют и прикидывают, достаточно ли я получаю или нет. Это само по себе является ограничением. Но вы не можете вдохновлять людей, не предлагая им пользы. Никто не будет медитировать, если вы им скажете, вы ничего не получите, просто медитируйте. Поэтому медитации стали ограниченными. Шунья означает не физическое измерение, или то, что безгранично. Это самое ценное. Но нужно обладать определенной тонкостью, чтобы понять это. Если вы просто выполняете инструкцию и сидите, происходит физиологические изменения, что является явным шагом вперед. Не важно, чем вы занимаетесь, какую практику делаете. Замены шуньи нет. 15 минут шуньи сами по себе могут привести к просветлению. В вашем обычном восприятии это абсолютный яд, но вы пьете его и видите, что это наивысший нектар. Если вы станете пустыми, вы сможете вместить в себя все. Субтитры создавал DimaTorzok